Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне в гости на мой канал. Я рада приветствовать вас в новом видео. Сегодня будет у нас с вами мотивация на уборку, вечерняя уборка и продуктивный вечер. Надеюсь, что вы тоже присоединитесь ко мне и наведете чистоту, порядок и уют в каком-нибудь уголочке вашего любимого дома. Мы сегодня с вами постираем занавески, приберемся на кухне, потому что после праздников есть такие моменты, которые требуют тщательной уборки. Некоторые шкафчики нужно привести в порядок, потому что руки не доходили в праздники, просто все складывалось и не разбиралось. Так что приглашаю вас сегодня я на порцию мотивации на уборку. Желаю вам приятного просмотра и давайте начинать сегодняшнее видео. Конечно же, первым делом я загрузила стираться вуаль, потому что пока она будет стираться, я уже переделаю кучу дел, приберусь на кухне. Сразу же раскладываю стирку еще на 2 примерно кучки, у меня будет сегодня стирки. И пойдем заниматься делами на кухне, пока вуаль будет стираться. Вуаль буду сегодня стирать только с одного окна, потому что со второго ее очень трудно снимать, там стоит большая еще елка. Елку и новогодний декор я в этом видео убирать не буду, потому что убираем мы обычно или после крещения, или после моего дня рождения. А день рождения у меня в начале февраля бывает и такое, что до начала февраля стоит елочка, и я не вижу ничего в этом страшного. Мне кажется, это на усмотрение каждого, кто как хочет, тот тогда и убирает, кто-то убирает и 3 и 8 января, кто-то убирает после старого нового года. Мне кажется, все мы разные, кому как уютно и комфортно, тот тогда и убирает новогодний декор. В этом году у меня, кстати, новогодний декор вообще никак не напрягал, не надоел, потому что он был очень нежным и воздушным. Преобладала светлая цветовая гамма, и она как-то так мягко распространилась по периметру квартиры, и то есть вообще как-то глаз не устает от такого светлого декора. А в том году, конечно же, была яркая цветовая гамма, преобладал красный цвет, и немножко, конечно же, глаза подустали от красного оттенка, и хотелось уже как-то побыстрее убрать, но все равно мы убирали после крещения. Наверное, я убирала уже 22-го где-то числа в том году, а в этом году, не знаю, уберем чуть попозже, и тем более, еще одна из самых главных причин, почему мы сейчас не будем убирать новогодний декор, потому что мне его некуда складывать, в чем хранились елки-коробки, и также все новогодние игрушки мы увезли в гараж, потому что неохота было, чтобы в квартире примерно месяц лежали эти огромные коробки и занимали пространство, а у нас были очень сильные морозы до минус 30, и даже какую-то ночь у нас было минус 38 в пригороде, вот, и как-то в гараж, в такую минусовую температуру, неохота ехать, если честно, даже в такую погоду лишний раз не хотелось показывать нос на улицу, вот, а сейчас в первый день, как у нас немножко потеплело, в районе где-то 15 градусов температура держится, и я думаю, что в ближайшие дни мы доедем до гаража, заберем все коробки, контейнеры, в которых хранится новогодний декор, и я начну потихонечку убирать все уже до следующего года, убирать я планирую новогодний декор в этом году частично, наверное, сначала уберу в детских комнатах, потом, возможно, разберем гирлянды, и уже последнее, что я буду убирать, это большая елка в кухне-гостиной, потому что в этом году дети вообще не дают убирать новогодний декор, они в него настолько влюбились, что до сих пор любуются, и такое ощущение, что как будто бы мы только все нарядили вчера, и елочки тоже поставили как будто бы на днях, у детей до сих пор такие непередаваемые эмоции от красивого декора в этом году. Я что-то заболталась немножко с темой декора, я уже разобрала посудомоечную машину, загрузила посуду грязную, перемыла посуду, которую нельзя мыть в посудомоечных машинах, и сейчас решила разобрать тортовницу, на которой у меня красиво стоит чайник заварочный, сахарница и баночка с солью, также мою подставку зайца для телефона, меня часто спрашиваете фирму этого зайчика, это фирма Clay Street, фирма тортовницы, и то, что на ней стоит, это фирма Ellen Gallery, заказывала я все на Озон, потому что тоже постоянно под каждым видео есть вопросы по этому декору, так что я ответила сразу же в видео, и если найду ссылочки, постараюсь прикрепить. И еще постоянно, как у меня появились розовые сковородки и кастрюля тоже поступают, и вопросы, где я их заказывала, заказывала я тоже все на Озоне, так что можете там посмотреть, фирма называется Baker, мне очень понравилась, посуда вся качественная, классная, антипригарная, очень удобно на ней готовить. Хотела заказать еще ковшик и кастрюльки поменьше, но, к сожалению, сейчас вроде бы их нет на Озон, и в интернете я просто в Яндексе вбивала, искала, тоже найти пока не могу, все куда-то резко пропало. Я перехожу в зону столовой, где мы кушаем, и прибираюсь в ней. Тоже декор оставила, пока ничего не убирала, потому что свечи мы стараемся сейчас зажигать каждый вечер, не знаю, потому что как-то было очень морозно, и когда зажигаешь ты свечи, елочку, включаем электрический камин, и такая создается очень уютная атмосфера дома, то, что за окном там мороз, минус 30, а дома очень уютненько, как-то и мило получается. В мою варочную панель сейчас нанесла средство для керамических поверхностей, и его распределила по варочной поверхности. Сразу же мыть не буду, даю средство немножко поработать. Недавно меня спрашивали в комментариях по поводу этой варочной поверхности, она у нас электрическая или индукционная. Она у нас электрическая, больше бы я никогда не купила бы ее, потому что очень слишком много, за ней нужно ухода. Лучше, наверное, взять сразу же индукционную, тем более по цене они примерно стоят одинаково. Вот этот шкафчик, в котором просто приключился какой-то беспорядок в новогодние праздники, как-то все покупалось, складывалось в него, и накопилось очень много упаковок с едой. Я сейчас буду все баночки протирать, в которых у меня хранятся сыпучие. Очень мне нравится эта организация и хранение. Я ссылочку, когда я делала эту организацию, на видео оставлю внизу в инфобоксе, кому будет интересно, зайдете, посмотрите. Делала я эту организацию уже больше года назад, очень она мне нравится, вот таким вот именно вертикальным способом хранить. И сразу же ты видишь, какие у тебя закончились крупы, или там семечки, орехи, что-то, да. И тогда очень было много вопросов, зачем я подписывала эти баночки, что и так невооруженным глазом видно, что горох это горох, например, гречка это гречка, рис это рис, что как можно перепутать, зачем подписывать банки. Я подписала баночки за тем, что очень удобно, когда заканчивается крупа, не нужно вспоминать, что было именно в этой баночке, ты просто сразу же заносишь в список покупок то, что нужно купить, и не нужно вспоминать, что хранилось до этого в этой банке. Когда я раскладываю в баночки крупы, которые закончились, я баночки не стала мыть, потому что в этой же банке хранились, допустим, кокосовая стружка, я просто добавила туда тоже кокосовой стружки. Если остается немножко на дне неиспользованной крупы, допустим, риса, я пересыпаю в другую емкость, добавляю новую крупу, и затем уже насыпаю остаток, который был еще не доеден. Единственное, что я бы изменила бы в этой организации, это мне не нравятся разноцветные крышки. Когда открываешь шкаф, сразу же встречают такой разносорт из оранжевых и зеленых крышек. Думаю перекрасить их в белый цвет, купить баллончик краски, который подходит для пищевых нужд, и перекрасить. Я думаю, что так будет намного лучше, потому что не вижу смысла покупать новые контейнеры только из-за того, что мне не нравится цвет крышек. В принципе, то, что их перекрасить, это будет не настолько дорого и стоить. Дальше буду сейчас протирать рабочую поверхность, потому что накрошилось очень много различного сура от круп. Я их сейчас перебирала. И нужно разобрать тут небольшую аптечку, которая у меня уже лежит, наверное, месяцев несколько. Достали какие-то средства из аптечки, так они лежат, я их обратно в аптечку переложить не могу. Сейчас досыпаю в чистые емкости, которые мыла ранее, соль, сахарный песок, и все ставлю на тортовницу. Все у меня уже высохло и просохло. Еще очень много вопросов было по поводу пуансетти, которая стоит в белом горшке на рабочей поверхности. Живая она или искусственная? И если живая, как удалось мне ее вырастить такой большой? Девчата, это искусственная пуансетти. Даже это не сам огромный цветок я покупала, а просто купила отдельно горшок, купила флористическую губку, и у меня оставался новогодний декор пуансетти, которыми я украшала в том году елку и еловую гирлянду на камине. Я взяла эти пуансетти и вставила их во флористическую губку. И получился такой очень красивый цветок в горшке. Смотрится, конечно же, очень красиво, классно, такая она объемная получается и пушистая. Я сейчас долила масло в емкости, в которых оно хранится. В одну бутылочку я наливаю растительное масло, в другую наливаю оливковое масло. Масло авокадо я храню в упаковке, не переливаю в емкость. Во-первых, у меня нет еще одной бутылочки. Во-вторых, здесь бутылочка очень удобная об использовании масла, которое я заказывала на iHerb. Кстати, оно очень вкусное. Я сейчас в основном ем салаты только с этим маслом. А у меня семья сейчас в основном ест салаты со сметаной. Как-то мы начинаем потихоньку отходить от майонеза и стараюсь даже сейчас его не покупать или в очень редких случаях. Все средства на варочной поверхности поработало. Я взяла скребок для керамических варочных поверхностей и убираю им лишний нагар, который образовался в процессе приготовления пищи. И все протираю губочкой и затем полотенцем. Вот такая получается варочная чистая панель, но, к сожалению, это ненадолго, буквально для первого приготовления пищи. Потому что она очень, девчата, сильно пачкается. Если будете покупать, еще раз говорю, берите сразу же индукционную, потому что смотрела очень много обзоров. Индукционные плиты очень легкие в уходе, не требуют столько времени и кропотливого ухода за ней. Я сейчас загружаю посудомоечную машину и буду мыть раковину. Обожаю, когда раковина чистая. У нас раковина белая из искусственного камня и тоже требует такого тщательного ухода. В принципе, мне не доставляет это никакого дискомфорта. Я просто наношу или гель-белизну, или доместос. Они очень хорошо справляются с пятнами от кофе, от чая, или от каких-то жиров. И раковина сияет. И становится белоснежной, как новая. Беру пылесос беспроводной и буду сейчас пылесосить. Меня спрашиваете, что за пылесос. Это пылесос Xiaomi Dream V10. Мне он очень нравится. Конечно, классный помощник. Просто пройтись, убрать какую-то пыль, шерсть от собаки или детки что-то накрошили. Не нужно брать большой моющий пылесос. Конечно же, очень он выручает. Мне он нравится. К сожалению, только то, что мне в нем не нравится, это небольшой заряд аккумулятора. Но тут надо уже смотреть на площадь вашей квартиры или дома. У нас площадь квартиры 120 квадратов. И мне не всегда хватает то, что пройтись пропылесосить эту площадь. Бывает то, что приходится ставить его на зарядку и ждать, когда же он зарядится, то, чтобы допылесосить остальную часть квартиры. Так что я привыкла сейчас пылесосить частями. И я сейчас буду полумыть паровой шваброй. Это парогенератор. Я использую его еще с функцией как паровой швабры. Тоже очень много вопросов. Это фирма Борт. Мне этот парогенератор нравится, пароочиститель, конечно. И мне, к сожалению, не с чем сравнить, потому что это у меня первый пароочиститель. Но, в принципе, меня он полностью устраивает. Менять я его не собираюсь. Единственное, что учтите, что перед тем, как проходиться паровой шваброй, нужно, конечно же, пропылесосить пол, потому что он не соберет никакой там ссор, грязь какую-то. То, что нужно перед этим, конечно же, делать сухую уборку. И вот у меня есть пылесос. Я думаю, что многие видели, знают. Это бисел 3 в 1 моющий пылесос. Он чистит, моет и сушит одновременно. Там, конечно же, очень классно. То, что не нужно проходиться предварительно сухой уборкой, а сразу же можно им пылесосить и мыть. Но вот сегодня именно захотелось прийтись мне обработать пол пара. Все, у меня уже вуаль выстиралась. Я уже на финишном этапе. Сейчас буду ее гладить. В принципе, она гладится очень быстро с помощью парогенератора. Буквально я вот даже не прикасаюсь, а слегка так прохожусь по вуале. И будем с вами ее развешивать на окно. Вуаль, которая находится за елкой, я думаю, что в ближайших видео мы с вами тоже ее постираем, освежим после праздников. Вообще обожаю, когда на окнах висят чистые шторы, вуаль белоснежная. Мне сразу же такое ощущение складывается чистоты. Вроде бы такой небольшой элемент, как чистые шторы или вуаль на окнах, а сразу же такая вот атмосфера чистоты и уюта создается. Сейчас буду вешать вуаль на карниз. Вторую уже повешаю без камеры. Возвращаю вуаль на свое место и в ближайших видео вам сниму тур по лоджии, потому что многие просят показать, что у нас находится на балконе. Балкон у нас присоединен к квартире и за счет этого, конечно же, места получилось намного больше. И я очень рада, что мы все-таки решились и присоединили его к квартире, и он стал жилым помещением. Конечно же, это огромный плюс. Кто сейчас на этапе ремонта или, может быть, строительства и думаете, присоединяйте балкон к жилому помещению или нет, от себя, конечно же, могу рекомендовать. Присоединяйте, потому что это действительно очень классно и экономит место в основной зоне. Получается то, что дополнительного у многого места вы выигрываете. Распределяю сейчас вот эти вот огонечки, нитяные шторы по вуале. Конечно же, они путаются, потому что мы через эту вуаль ходим к холодильнику. Если бы эти ниточки бы висели просто бы на окне, и мы бы через них бы не ходили, такого бы не было. Не хотела я убирать эти нити, но все-таки, наверное, придется их убирать до следующего года. Показываю я результат, который у меня сегодня получился. Чистота и порядок у меня в кухне и гостиной. Я очень рада результатам. Обожаю вот эту вот атмосферу, когда все прибрано, лежит по своим местам. Открыла окна, сейчас у меня проветривается, впустила чистый, немножко морозный воздух в дом. Сейчас все проветрится, и, конечно же, я окна закрою на ночь. Хочу сказать огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, я вас немножко смотивировала. Вы пойдете и приберетесь тоже где-нибудь у себя в небольшом кусочке вашего любимого дома. Я желаю вам крепкого здоровья, берегите себя, а мы уже увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok